С сегодняшнего дня я уже не старик. Теперь я уже долгожитель. И пошутить гораст и на память не жалуется. В 95 лет Николай Дмитриевич еще крепко стоит на ногах. Поэтому все поздравления он сегодня принимает так, чтобы можно было пожать руку гостя. Большое вам спасибо, что вы не забываете. Николай Дмитриевич живет вместе с сестрой Анной Дмитриевной. Женщина успевает следить за всем. И за здоровьем ветерана, и за домом. И, конечно, рассказывает ему все, что видит. Даже телевизор они смотрят всегда вместе. Он же не видит. У него там в его комнате телевизор, наушники. Он слушает, сидит. Но в другой раз говорит, выключи мне это все. Я это не хочу, мне это не надо. А там вот ему не нравится шоу, тебе не нравится. Сегодня Анна Дмитриевна читает юбиляру открытки, которые прислали родные из Германии. Особенно он ждал вести от правнуков. Они нарисовали прадеду рисунки. Быть вместе со своими родными – единственное желание юбиляра. Хотелось бы, чтобы мои все родные были со мной. И они как раз меня окружают. В дом юбиляра приехали гости – сестры, братья, племянники и внуки. Ведь он из большой многодетной семьи. Говорит, отец ушел рано. Ему было всего-то около 80 лет. А ведь человек должен жить не меньше сотни, уверена. В 95-е это не баран начихал. В 95-е это не предел, во-первых. Во-вторых, это уже граница между старостью и долголетием. Я жил за отца, которого сократила война. Жизнь сократила война. За мать, жизнь которой сократилась тоже немалыми горестями, связанными с войной. За семейным столом юбиляру зачитывают поздравления из Кремля. Родные желают здоровья и берут семенинника обязательства на пятилетку, чтобы он дошагал до своего столетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова